На другим новостям. Лучший учитель 2022 года работает в 38-й школе, а лучший преподаватель ОБЖ в 3-й. Среди воспитателей лидером стал педагог дошкольного учреждения номер 110. В Ангарске подвели итоги муниципального конкурса «Лучший работник образования». Из-за сложной эпидемиологической обстановки в регионе многие этапы состязания прошли дистанционно. Обо всем подробнее сами победители рассказали нашим корреспондентам. Максимальное общение на английском языке. Анастасия Тютрина следует этой методике в преподавании и результаты ее радуют. В 38-й школе молодой педагог работает уже 10 лет. Стать учителем никогда не мечтала, но так сложилась судьба. Анастасия Николаевна искренне любит свою профессию, школу и особенно детей. Говорит, самое сложное – удержать дисциплину и заинтересовать ученика в своем предмете. У нас дети не видят выход, потому что наши такие, наверное, экономические условия не позволяют нам ездить за границу. То есть дети не видят, для чего им вообще, в принципе, это учить. Единственное сейчас плюс – это, конечно же, наш интернет, потому что дети видят, что можно общаться, в принципе, никуда не выезжая. И компьютерные игры мы тоже находим плюсы из-за того, что дети уже что-то знают. Смотреть что? Местность. Местность. Нет ли для меня опасных базов? Уроки обеспечения безопасности жизни Татьяна Масленникова преподает вот уже четверть века. По образованию она учитель ИЗО, но пришлось освоить предмет ОБЖ. Считает его самым интересным и требующим практики. Это и помогло педагогу выиграть в муниципальном конкурсе. Татьяна Георгиевна демонстрировала свои методики, которые ежедневно применяет на занятиях. Ориентирование на местности, карта, узлы, пожарная безопасность, значит, дальше военка – это сборка-разборка автомата, стрельба, метание гранаты, спасательные, значит, операции. Детям должно быть интересно, в первую очередь. Ну, я думаю, что наш предмет, в принципе, интересный. Но, опять же, дети сейчас немножко другие, к сожалению. В этом году в муниципальном конкурсе лучший работник образовательных учреждений Ангарска приняли участие 30 педагогов. Для каждого из них это стало проверкой профессиональных качеств и вызовом самому себе. Как отметила Анастасия Тютрина, для неё самым сложным было, в принципе, решиться на этот шаг. Ведь участники выступали от имени родного учреждения. Сейчас все три победителя, а среди воспитателей лучшим признана Марина Степанова из детского сада номер 110, предстоит ответственное испытание. Защищать честь Ангарского округа на региональном уровне. Областной этап пройдёт в октябре. Мария Константинова, Дмитрий Новопашин. Местное время.